Друзья, всем привет! На связи Довитя Ждаев, Национальная ассоциация аукционных брокеров и проект «Дорогие 365». Мы занимаемся аукционами по банкротству. У нас не было давно подкастов. И сегодня у нас прекрасный гость Анастасия Рубцова. Это выпускник нашей ассоциации. Настя, как для меня, показывала феноменальный результат еще на обучении. Я обязательно хочу отметить, что сегодня мы поговорили про обучение, про рынок торгов. Плюс Настя у нас сейчас занимается жилой недвижимостью на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В общем, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Поехали. Итак, Настя, привет! Я рад тебя видеть. Спасибо, что пришла на интервью. Ну, давай начнем. Во-первых, я хочу, чтобы ты представилась, как ты пришла вообще в тему торгов по банкротству. Я от себя добавлю. Ты для нас такой заметный была, заметным учеником, потом выпускником. Я знаю, ты пришла к нам в сентябре 2020 года, училась в девятой группе. Пришла со сложного бизнеса, туристического. Я знаю, был сложный пандемийный год 2020 для турбизнеса. И как бы там, наверное, было не все сладкое. Ты для себя искала новые возможности, где себя реализовать и так далее, да? Вот, если это так, все, даю тебе слово. Поехали. Да, спасибо, во-первых, за приглашение, Давид. Я очень рада, что я пришла именно сейчас, а не год назад. Потому что год назад, когда у меня были первые сделки по торгам, вряд ли я смогла бы что-то дельное сказать нашим зрителям. Потому что это был, в первую очередь, какой-то удача и успех. В этих действиях было мало профессионализма. Это, скорее, были случайные сделки. Ты прав, конечно же. В прошлом году действительно в туристический бизнес он был довольно сложным. Где-то в феврале, в марте у нас полностью прекратилось движение денежных средств. Потому что прекратились полеты из России за границу. И мы переживали непростые времена. И я поняла, что как раз именно сейчас пришло время обучаться для чего-то нового. Супер. Нужно себя из этой зоны комфорта было вытащить. Потому что у нас агентство было довольно успешное. Было много клиентов. Шли очень много по рекомендациям. Шли клиенты постоянные. И, по сути говоря, не нужно было никаких особо делать действий. Мы привыкли к этому. Но, наверное, специально этот коронавирус должен был настать для того, чтобы я нашла для себя вот эту новую специальность. Класс. А вот расскажи вот это. Помнишь вот тот момент, сидишь ты в 2020 году, в сентябре или в августе. Как ты, почему именно торги? Почему не пошла открывать там пекарню или интернет-магазин? Почему именно брокером в эту тему? Вообще, к торгам я присматривалась уже очень давно. Потому что один мой самый замечательный, самый лучший друг в Санкт-Петербурге. Его зовут Владимир. Привет, Владимир. Благодарю тебя. Спасибо тебе большое за твой опыт. Он, к сожалению, вынужден был обанкротиться. То есть он работал в строительстве. Его очень сильно кинули его партнеры. И он понял, что ему проще будет пройти через процедуру банкротства. Что он, собственно, и сделал. И он меня позвал в эту специальность. Он сказал, смотри, вот есть такая классная специальность, аукционный брокер. Они берут там недвижимость, спецтехнику и машины и продаются огромным дисконтом. И при этом у них очень большая комиссия. Он мне начал вызывать суммы этих комиссий. Я подумала, боже мой, неужели так можно зарабатывать? Я тебе не верю, Владимир. И он еще несколько раз приходил в мою жизнь и говорил, ну вот, смотри, классная специальность, давай. А он в этот момент именно рекомендовал нашу компанию конкретно? Я знала абсолютно точно, что я буду идти к вам. Потому что он прямо именно вас назвал по именам. Он мне кинул на вас ссылку. Я смотрела ваши бесплатные веб-дар. Я думала, господи, ну нужно же обладать юридическими знаниями. Нужно разбираться в недвижимости, в машинах, в спецтехнике, в оборудовании. У меня этих знаний не было. Я вообще, в принципе, никогда в жизни не имела отношения никакого к недвижимости. У нас все дела в недвижимости была моя мама, которая покупала квартиры, земельные участки, продавала. Я к этому не имела никакого отношения. И поэтому я ему все время говорила, нет, Владимир, это не для меня. Все. Это дешево выйти из зоны комфорта, и все равно это не для меня. Да, осталось, когда я стою молодец. Но я все время вспоминала его слова, вспоминала, прокручивала. И там прошел год, я снова посмотрела ваши вебинары. Потом прошел еще год. Прошел еще год. Ну то есть это было, что он мне рассказал в первый раз вообще, в 2018 году. И я думаю, что за эти три года уже столько... Слушай, ну если бы ты зашла в 2018 году, ты бы сейчас была миллионером. Да, ну вот, к сожалению... Так, хорошо. Пришла к нам на обучение, да. Я помню, я на самом деле тебя очень четко, хорошо помню на обучении, потому что у нас каждые две недели у нас живой эфир вопрос-ответ. Мы через Zoom даем слово, да, там, как неделя прошла, нам вопросы задают и так далее. Я вот постоянно помню Настю Рубцову. Настя Рубцова делала какие-то феноменальные постоянно движения. И еще, что самое главное, мне это понравилось, ты зашла в сразу такую сложную нишу, это спецтехника. Ты начал там прицепы продавать, то продавать, такая хрупкая, красивая девушка и спецтехнику. Я прицеп продала, комиссия такая-то, я прицеп продала, комиссия такая-то. И я хочу, чтобы ты сейчас для наших зрителей рассказала про моменты в обучении и как ты вот дошла к спецтехнике. Ну и расскажи как бы про свою первую сделку конкретно на обучении. Было немножечко не так, то есть вот это голодное лето, когда мы там оставшихся наших клиентов куда-то как-то пытались еще перенести. Ну там, когда открылась там Турция, там полтора землекопа мы отправляли в месяц в Турцию. Вот, то есть, ну еще какие-то как бы были приходы в день. Ну, я сидела уже, естественно, думала, что делать дальше и смотрела, соответственно, бесплатные вебинары обычные. Там ваши, ваших коллег, там по дебиторке смотрела. Ну, то есть, очень много вот пыталась войти в этот материал, в тему. Вот, и я себе пообещала, то есть, что, ну, то есть, я вот это все пересмотрела, опять вот эти страхи, что не получится. И я думаю, блин, ну неужели вот я сейчас все это пересмотрела, и опять скажу, что ничего не получится, и опять от этой идеи откажусь. И я себе пообещала, что я сейчас беру, выкладываю на Авито первые там несколько лотов, тестирую спрос. Если у меня все получается, если я понимаю, что уже пошла сцепка, что уже есть клиент, покупатель, то все, я покупаю обучение ваше. Стоп, извините, перебила. То есть, еще до обучения, до того, как к нам прийти. Затестировала. Посмотрела вебинары, сделала тестирование спроса, именно спецтехнику. И у тебя пошла движуха, да? Оборудование, там было оборудование. Оборудование, да. Да, то есть, я помню, это был сентябрьский воскресный вечер. Пандемийный сентябрьский воскресный вечер, да? Да, да, я зашла на площадку Кубелькан почему-то, причем не по Санкт-Петербургу, а почему-то по Кемерово я выбрала лоты. Они только-только выскочили, и там были недорогие какие-то лоты по оборудованию станции техобслуживания. То есть, банкротилась станция техобслуживания, и там были оборудование такое, дымомер, люфтомер, газоанализатор. Я до сих пор помню эти названия. Молодец. Да, там тормозной стенд, какие-то вообще пневматические тестеры люфтов. Я понятия не имела, что это такое. Я прямо выложила это все как есть, написала периоды цены, из интернета достала фотографии этих дымомеров, вот. И все, и меня разорвало просто. То есть, это были, во-первых, очень удачные лоты, потому что они были довольно редкие, ну и как бы, и никто их, видимо... У меня такое ощущение, что в Кемерово еще и не было этих аэллокационных брокеров. То есть, на них был низкий спрос. Да, проблема с этим на самом деле. Потому что я уже еще и потом очень много лотов продала в Кемерово. Там, видимо, мало людей в теме. Да, кстати, беритесь на заметку. Да, люди из Кемерово, вы нам нужны. Вот. И в итоге я выложила эти лоты, и меня просто разорвало. Мне начали писать, звонить люди. На следующий же день я позвонила конкурсному управляющему. Мне безумно повезло с конкурсным управляющим, потому что он отвечал на мои вопросы. Он моментально мне выслал информацию. И я ему еще задавала вопросы, как там это выкупить, какую заявку вам высылать. И он мне говорил, Анастасия, я сейчас в суде, я вам перезвоню. Все объясни. Это реально тебе попался в крутой конкурсный управляющий. Давай перейсмем на камеру, кто такой конкурсный управляющий. Это тот человек, который реализует все вот эти лоты. То есть, он формирует конкурсную массу. То есть, это главное лицо в банкротстве. И ему реально иногда поступает очень много звонков. И они иногда работают, ну, чисто вот так вот на вытянутой руке. Тебе, кстати, очень повезло, да, на самом деле. И это сыграло, кстати, такой первый шаг, перебороть страх, чтобы обмануться тебе классный конкурсный. Да, потому что если бы мне никто не отвечал, вряд ли бы я вообще... Ну, то есть, совокупность факторов. Хорошие лоты, хороший конкурсный управляющий. И плюс еще, мне удалось это все продать удаленно. То есть, я в Санкт-Петербурге была, лоты были в Кемерово, а покупатель у меня был вообще в Казахстане. В Казахстане. Да, четыре лота ушло в Казахстан, и один лот еще ушел в Ставрополь. В Ставрополь, да. Да, то есть, первые мои пять лотов были, ну, на удаленке. А мне, в принципе, это не так сложно. И это еще без обучения. Ну, как бы, когда я уже поняла, что сцепляется, я уже купила обучение, прям, я позвонила вашему менеджеру, говорю, все, давайте беру, что нужно, куда переводить деньги. И я влетела в вашу группу, где все еще только изучали, что такое электронная подпись, а у меня уже было четыре протокола. Все там обалдели. Уважают этих людей, которые, да, прям, молодец. Да, и вы все это с ДЭКом там отправляли. Часть лотов в Казахстан, часть лотов в Ставрополь. Так, хорошо, все любят цифры, все любят прибыли. Похвастайся, сколько у тебя комиссия была. С первых лотов я просто боялась, что я, что называется, облажаюсь, поэтому там было немного. Там всего, там, тысяч, не знаю, 15, наверное, я взяла. 15 тысяч на оборудование, это хорошо. Да, просто чтобы, вот, если какие-то косяки, чтобы ко мне не было претензий. Ну, я знала, что там хорошие деньги зарабатывают, но я пока вот, чтобы тренировалась на кошках, что называется. Да, ну, на самом деле, такой путь аукционного брукера, на самом деле, так вот начинается. Кто-то начинает комиссию там с десятки, потом двадцатку, тридцатку, полтинник, сто, триста, пятьсот, и в миллионы как бы ушли и убежали. Слушай, Убер, достойный кейс, у нас таких кейсов не было, да, чтобы еще на бесплатных вебинарах смотрели, изучали, достигали таких вот результатов. Хорошо, пришла ты к нам на обучение. Давай вот остановимся буквально полу-минуточек на обучение. Расскажи, что тебе понравилось в самом обучении, да, как ты его вообще оценила, можно даже, там, оценить по шкале, там, от одного до десяти, и обязательно, что мне понравилось, потому что, как бы, мне это тоже важно. Обучение понравилось. То есть, после того, как я начала уже изучать прямо глубоко все это, я поняла, что я сделала очень много ошибок при первых своих. Ну, то есть, все было не так, там, заявки не так я подавала, там, документы, вообще доверенность, я не знала, что нужна доверенность. То есть, я недвижимость продала вообще без доверенности даже. Я сразу после этого продала саму вот эту станцию техобслуживания. Сначала я продала эти лоты, а потом продала саму станцию техобслуживания. В итоге впервые. Серьезно? Серьезно. То есть, ты продала еще недвижку, сначала там оборудование. Да, сразу. Про недвижку тоже это отдельный разговор был. Это когда меня вообще-то скрыло, я с тобой тогда тоже обсуждала, то есть недвижимость стоила миллион триста. Это была вот эта станция техобслуживания 200 квадратных метров и три сотки участок под ней. В самом Киберло. Ну, там город такой, Юрга назывался, маленький городочек. Миллион триста она стоила. Она каждые три дня дешевела, дешевела. Я ее выложила просто на Авито, так же, до кучи. То есть выложила вот эти 10 лотов по оборудованию и думаю, ну, что это недвижимость? Выложу тоже. Я не особо думала и мечтала, что мне не хочется продать. Просто ее выложила, чтобы было. И в самом начале позвонил клиент, я его отправила на осмотр и все, забыла о нем. То есть он самостоятельно отслеживал вот это снижение стоимости. То есть я с ним даже не работала. Я не верила, что я могу, в принципе, продать недвижимость. Для меня это был вообще какой-то космос. И где-то через месяц я уже продала оборудование, где-то через месяц он мне звонит и говорит, Анастасия, все, сейчас нормальная стоимость, давайте берем, заходим. Или может быть нам на следующем этапе заходить? Я смотрю, она с миллиона 300 подешевела до 326 тысяч рублей. Я помню, что ты мне тогда звонила, туда концентрировала. Подешевела до 326 тысяч рублей. Он такой, ну может быть на следующем этапе? И я ему говорю, нет, давайте сейчас. Вы что, она уже просто стоит просто какие-то копейки. Она подешевела на 70% получается. И все, мы с ним быстренько отправили задаток без доверенности. Я не знала, что нужна даже доверенность, но конкурс на меня уже знал, поэтому он, видимо, пропустил все это. И в самый последний момент прилетает заявка от конкурента еще. И меня тогда так вскрыло, то есть я звоню своему клиенту и говорю, прилетела вторая заявка, что мы делаем? Ну, давайте повышать цену. Ну, конечно. Да, мы там чуть-чуть добавили. И он говорит, давайте, насколько нужно. Я говорю, ну давайте до предыдущего этапа повысим. Да, он такой, ну давайте. И я поняла, что насколько легко он расстался с этими деньгами. Ну, то есть предыдущий этап, это было там 60 или 70 тысяч рублей. Ну, как бы на такой сумме, это, конечно, дисконт нужно оцелить. Миллион триста и упало до трехсот с копейками. Ну, как бы терять такой вон, как бы спрашивает. А я просто не понимала. Я думала, что это большая... Ну, у тебя еще была боязнь, знаешь, что это такое... Боязнь, больших сумм, да. Брокер по туристическому направлению тут пришла в аукционы, продала то, потом недвижкой начала заниматься. Я представляю это. Меня вообще разорвало. Это как-то менялась карта мира про это. Так, ну и в итоге выигрываете. Выигрываем. И он на следующий же день мне переводит там 10 процентов. Это было 40 тысяч рублей. То есть я буквально за 2-3 дня заработала 40 тысяч рублей. Просто причем вообще без опыта, без ничего не забираюсь. Меня, конечно, разорвало просто в тот момент. И я поняла, что все, оставшуюся часть жизни я хочу заниматься недвижкой. Класс. Класс. Именно, да. То есть ты тогда уже поняла, что хочешь заниматься прям недвижкой, да? Ну, да. Недвижкой в том числе. То есть я чуть-чуть позже пришла к тому, что недвижимость – это самые интересные лоты, потому что они не дешевеют, они только дорожают. Это всегда ликвидно. Она не портится, как там автомобили и спецтехника. Она не ржавеет, у нее не ломается мотор. Супер. Да. Такой вот классный, позитивный опыт. Так. Вернемся к обучению. Что понравилось, что не понравилось? Давай как бы углубимся, может, в какие-то модули. Как тебе поддержка наших кураторов? Да, и на самом деле, мне интересно знать, что не понравилось. Поддержка кураторов была замечательной, потому что я мучила там всех, естественно, я вот так вот задолбывала всех каждую там минуту, когда особенно у меня приближались торги. Я, соответственно, писала постоянно всем кураторам. Все там ребята спрашивали там, а какая нужна электронная подпись, а что нужно еще делать? А я прямо такие, прямо самое мясо писала. Да, многие даже мои коллеги, ученики даже не понимали, про что я спрашиваю, потому что мне нужно было очень быстро вообще вот это. То есть ты уже мыслила на 3-4 кода вперед в ВВГ. Да, да, да. Я просила, чтобы кураторам не открыли новые уроки, потому что мне там нужно было по площадкам, по каким-то информациям. Они говорили, нет, у нас вот все вот так вот только по программе по нашей. Кураторы замечательные. У меня был Сережа Парадеев, куратор. Сережа Парадеев. Да, спасибо, Сергей. Я его мучила вообще. Я ночью ему писала, в час ночи ему отвечала. Ну, там торги же они... Мы уже это платим хорошо. Да, торги же непредсказуемы. Они-то в разных часовых поясах какие-то там в 7 утра торги. Да, в Кемерово же там еще... Плюс 4 часа. Плюс 4 часа. Да, то есть я просыпалась с утра и видела кучу крохочных вызов в 6 утра. Мне люди в 6 утра уже названивали. Я понимала, так, это и с Кемерово мне звонят. Ну, мы сейчас тоже в Новокузнецке закрывали там коммерческую недвижимость. И тоже вот из-за вот этой разницы во времени, да, как бы мы переслали там доверенность нашим агентам. И я не учел то, что уже как бы время, а нам нужно было сделку закрыть как бы сегодня. Если на расслабончике пошел там в 3 часа сделал доверенность, пересылаю, а то уже не работает. Да. Сделку как бы ты несу. Так, хорошо, Настя. Давай мы теперь, знаешь, про что поговорим. Про то, как ты работаешь с лотами. Расскажи пару практических каких-нибудь фишечек. Уже, кстати, Настя сказала одну практическую фишку, чтобы выиграть лот, нужно ставить цену предыдущего этапа. Это вот информация с обучения. Да, и самое главное расскажи, как тебя находят клиенты. Давай на этом поговорим. Да, с самого начала, когда я не понимала вообще там про анализ, у меня самая большая вообще проблема была, и сложно этому научиться даже на курсах. Вот, кстати, про недостатки программы ты спрашивал. Вот это самый большой вопрос был, потому что я всегда мучила клиентов, как это оценивать, как это оценивать. Пока ты еще не понимаешь, сколько это может стоить, очень сложно оценивать. Возможно, стоило бы вставить какой-то модуль именно по оценке, как это все вообще анализировать. Я просто выставляла эти лоты, не понимая, как бы ликвидный он, будут ли звонки. То есть тогда не было никакой системы, я просто как-то случайно это все бессистемно выставляла. Вот, сейчас уже, естественно, я так не делаю. Разработана система определенная, то есть я уже анализировала рыночную стоимость, я смотрю объявления, да, на ВИТО, насколько интересен этот участок, участок или квартира. Сейчас уже это системные действия. Какие-то лоты я вообще не беру в работу, потому что понимаю, что они будут долго висеть, и от них не будет никакого смысла. Вот, а поначалу это было все вот так вот, вешаешь и слушаешь. Такая профессиональная чулька пришла. Да, сейчас уже через год это все гораздо лучше. Ты сейчас конкретно занимаешься жилой недвижимостью или жилая коммерческая? Жилая коммерческая земельные участки. В какой-то определенный момент я поняла, что знаний катастрофически не хватает, и я пошла в одно из крупных агентств в Санкт-Петербурге, я обучилась на профессию риэлтора, потому что, честно говоря, вот к моменту, как я обучилась на торгах, я даже не могла отличить панельный дом от блочного. Я не понимала, чем они отличаются. То есть я в недвижимости вообще ничего не разбиралась, ничего не понимала, поэтому мне пришлось освоить большой курс еще риэлтора. И это мне очень сильно помогло. Да, я знаю, что у нас сейчас еще риэлтор, об этом мы еще поговорим. У меня лично есть пару вопросов, как бы, что творится на этом рынке, но сейчас не о том. Как тебя находят клиенты конкретно? Сначала... Давай мы тему торгов не опускаем. Именно нашла ты лоты, проработала по своей системе, как ты эти лоты рекламируешь, как тебе ищут клиенты? Изначально, конечно же, наверное, так же, как и многие начинают аукционные брокеры, это были площадки объявлений. Там Авито, Циан, Донклик и так далее. Это было изначально. Но сейчас у меня уже образовался в течение года определенный пул инвесторов. И я понимаю примерно, какая у них есть сумма для инвестирования. Я понимаю примерно, что им интересно. Там либо коммерция, чистая коммерция. Есть инвесторы, которые на коммерцию приходят. Есть те, кто именно квартирами занимаются. Есть люди, разбирающиеся в строительстве, которые выкупают дешево участки и потом, соответственно, на них строят какие-то дома на перепродажу. Сейчас я в большей степени работаю уже с инвесторами, со своей базой инвесторов. Ну, то есть я реально отслежу, то есть ты в профессиональном плане постоянно растешь. Да, это точно. Начало, да, там с оборудования, потом недвижка, потом углубилась вот в эту тему. Я помню, мы как-то с собой встречались на ярмарке недвижимости в Санкт-Петербурге. Да, было такое. Да, я там еще спикером выступал в одной секции. Ты меня догоняешь, ты говоришь, «Давид, я закрыла квартиру где-то в Ленобласти». Квартира, да. Да, и что тут за копейки ты вообще купила? За копейки. Рыночная стоимость у нее была 2 миллиона. Я ее купила за 780 тысяч рублей. Класс вообще. 30 процентов. 2 миллиона было, купила за 780, заработала, наверное, там нормально и так далее. Причем моя клиентка, она была абсолютно счастлива, потому что, ну, она искала именно под сдачу, и должница, которая принадлежала этой квартиры, стала продолжать у нее снимать эту квартиру. То есть она получила эту квартиру уже вместе с арендатором. Да, уже арендный бизнес. Да, арендный бизнес. Супер, отлично. Майя, спасибо тебе за ответ. Поехали дальше. Вопрос к тебе. Чем тебе нравится еще профессия аукционного брокера? На самом деле, вот я недавно анализировала, для меня профессия аукционного брокера это работа мечты. Потому что даже если, когда я работаю как риэлтор, то это нужно совершать очень много действий. Нужно ездить, показывать квартиру. Если это сделка по купли-продаже, то нужно очень много, ну, переделать, да, каких-либо дел для совершения этой сделки. В профессии аукционного брокера все гораздо проще. То есть есть определенный, да, пакет документов, нужны определенные знания для анализа, нужно немножечко времени. По сути говоря, можно зарабатывать столько же, а может быть даже и больше, чем риэлтор, который проделывает очень много действий. Мне нравится эта профессия тем, что, во-первых, она может быть полностью удаленной. Я очень много работаю с лотами по всей России. То есть у меня есть пример, допустим, сейчас мы продали дом в Липецке. Потом мы также выкупили для клиента самосвал в Кемерово. То есть вот такие вот интересные лоты. И при этом я даже не была ни в Липецке, ни в Кемерово. Это все происходит удаленно. Мне это очень нравится, потому что я не очень люблю выходить из дома, куда-то бежать, ехать. Это очень удобно. Мне это нравится. Это первое. Второе, те невероятные эмоции и ощущения, которые я испытываю, когда удается победить в торгах. Это такой кайф, когда смотришь протокол, да? Да. Такой не знаю, что в Минзоне и в дом, и да, и бам! И потом я прыгаю до потолка. Это невероятное чудо. Это в городе Тон. Надо быть аукционом. Это просто чудо, да. В эти моменты я прыгаю до потолка. То есть у меня, видимо, какие-то впрыскиваются гормоны в этот момент. Счастье, я не знаю, там окситоцин или как они называются. У меня это так же, да. То есть я помню свою первую сделку там вот покупал за 400 тысяч рублей. Сейчас покупаем лото стоимостью там десятки миллионов рублей. Я прыгаю точно так же. Да, да, да. Независимо от стоимости, просто когда ты видишь фамилию в протоколе и понимаешь, что ты выиграл, особенно когда была большая конкуренция, это просто не сравнивает впечатление. Супер. Я вот как раз хотел затронуть. Ну, давай, ты договоришь еще плюсы своей профессии, потом поговорим про конкуренцию в торгах. Да. Так, хорошо. Нравится удаленная работа, нравятся те эмоции, когда испытываешь, когда побеждаешь. Что еще? Еще нравится, что это тот вид бизнеса, где ты зарабатываешь своими мозгами, потому что это компетенция. И я понимаю, что не каждый способен вот так вот комплексно мыслить, потому что мы аукционные брокеры, в первую очередь. Хорошие юристы, хорошие анализаторы, у нас аналитические способности. Мы хорошие экономисты, мы понимаем, сколько это стоит. Мы хорошие предприниматели, мы хорошие бухгалтера, понимаем в налогах. То есть мы подаем полноценную консультацию нашим клиентам. И мы в первую очередь, конечно же, хорошие менеджеры по продаже. Супер. Да, я хочу на этом заострить внимание, на самом деле. Сейчас Настя перечислила много критериев, из чего состоит аукционный брокер. И у нас иногда многие даже наши ученики и говорят, а вот нам инвестор спрашивает, за что мы берем 3%, 4%, 5%, за вот это все. За то, что мы и продажники, мы и аналитики, и налоги можем посчитать, и то сделать, и это. То есть это большой комплекс работы. Вот вам, пожалуйста, как работать с возражениями. Сейчас вот остановились, перемотали, и еще раз послушали Настю. Супер. Давай поговорим про конкуренцию в торгах. Я знаю, что у меня даже многие мои знакомые и те ребята, которые у нас обучались, все жалуются на конкуренцию в торгах. Они даже уходят из этой сферы из-за того, что это конкуренция. Давай вот на эту тему поговорим. Твое мнение. Да, мое мнение, что когда конкуренции не было, не было столько интересных, классных торгов. Допустим, те, кто заходил пять лет назад, я не знаю, сколько вообще времени. Ну, я в торгах с 2015-го. Ну, вот пять-шесть лет назад, конечно, конкуренции не было, но и лотов было в разы меньше. Я считаю, что если ты профессионал, то ты всегда найдешь своего клиента, ты найдешь всегда свой самый классный лот, и если ты обладаешь навыками, да, анализа, если ты понимаешь, да, разбираешься, какие лоты ликвидные, ты точно свои деньги сможешь заработать. Конкуренты есть везде, и в турагентствах, и в общепите, да, там, сколько ресторанов на улице, однако рестораны все равно зарабатывают, потому что у них есть свои фишки, свои изюминки. Молодец. Да, расширите географию, расширите регионы, да, то есть вы ищите уникальные какие-то лоты, там, все привыкли, хотят заниматься какими-то идеальными лотами, там, квартирами, машинами, вот, Настя из ТО продала. Молодец. Да, я считаю вообще, что, в принципе, в этой нише нет потолка, потому что, если ты работаешь по всей России и анализируешь все, что тебе попадается, ты вообще можешь, ну, не иметь потолка. Твой потолок может ограничиться только количеством твоих менеджеров по продажам, как они будут обрабатывать заявки. Да, слушай, а ты заметила, что в последнее время лотов все больше и больше? Заметила, конечно. то есть, это, на самом деле, оказывается, 2020-й пандемийный год, когда, как бы, ну, в марте 2020-го пандемия вступила, да, там, в действие, потом наш премьер-министр Мишустин сказал, полгода никого не банкротить, мораторий не наложил. Ну, во-первых, никто не отменял само банкротство, люди там через 3-4 месяца начали подавать заявления на банкротство, вот, и сейчас уже прошло, уже полтора года, считай, да, и лотов реально после пандемийного года стало очень много. Я вот постоянно отслеживаю аналитику в аббегаторе, ты банкрот, как-то меняются, если посмотреть, это сделать аналог с фондовым рынком, когда вот так вот растут акции, то у нас также растет количество банкротов еженедельно по 2 тысячи банкротов, а у них может быть там 5-10 лотов, у некоторых может быть там 10 тысяч лотов. Согласна, не все люди справляются с апатичной нагрузкой, очень многие люди потеряли работу в пандемию, поэтому лотов будет еще больше, и больше. С сожалению, это так. Ну, и защищая нас как аукционных брокеров, сложилось такое мнение, что мы плохие люди, что мы гиены пляшем на костях банкротов, на самом деле это не так. Банкротство, это вторая жизнь человека, когда банкротится, у него были сумасшедшие долги там в 100 миллионов рублей, с него списали 10 миллионов рублей, разницу вот эту порастили, и он в новую жизнь с чистого листа. А мы, наоборот, несем такую миссию, мы снижаем долговую нагрузку, ну вот, и возвращаем деньги снова в бюджет страны, чтобы они работали. Деньги всегда, ну, денег всегда должно быть движение. Я хочу, кстати, добавить по поводу моего друга, замечательного Владимира, которого я провел в торги, что для него процедура банкротства просто стала спасением. Помимо того, что он избавился от этих долгов, у него на балансе была земля, то есть он покупал ее в хорошие времена и хотел сделать оздоровительный корт, там у него было 4 гектара земли в Старой Руси, но, к сожалению, не успел этого сделать, так как попал в Старой Руси. Да, место замечательное. Это ту землю ты рекламировала? Это ту землю, естественно, я рекламировала. Да, эту землю не удалось продать, вот, он получил, соответственно, эту землю обратно, ему ее вернули, он избавился от долгов, и плюс еще получил 500 тысяч рублей, потому что он не знал, что он может получать, ну, мурот, минимальный размер оплаты труда, он за ним не приходил, и после процедуры банкротства судья, кайф, да, судья ему еще вот эти 500 тысяч рублей присудил, и он просто обалдел, то есть он прошел эту процедуру, сейчас уже у него все хорошо, он работает в компании, в хорошей, у него отличная зарплата, он купил себе классную машину, еще остался с землей, с землей, с деньгами, и он счастлив, поэтому, эта процедура замечательная. Так что слово банкротство это не страшное слово. К сожалению, да, у нас еще пока не привыкли к этой процедуре, все боятся, все не хотят признавать, что они банкроты, но эта процедура очень популярная, и она у нас сейчас набирает уже популярность. Отлично. Вопрос к тебе. Какие у тебя вообще планы по развитию своей деятельности? Да, один из моих планов, я хочу освоить такие лоты, как имущественные комплексы, для меня это сложно, потому что это своего рода готовый бизнес, я пока еще не сильно понимаю, как это можно вообще продавать, кому это можно предлагать, как это можно анализировать, но я постоянно сталкиваюсь с этими лотами, мне они интересны. И второй мой план, это открыть агентство залогового имущества, чтобы у меня было куча менеджеров, чтобы они продавали все это по всей стране, вот это вот второй мой план, это довольно сложный план, потому что нужно продумать всю структуру, нужно очень много системных процессов ввести. Мы сейчас как раз-таки отстраиваем все вот эти процессы, то есть мы сейчас, ну, забегая вперед, то есть мы сейчас сделали некое такое тоже агентство залогового имущества, только мы его называем там агентство долговых активов, да, там у нас торги 365, кстати, это эксклюзивная информация, да, то есть мы сейчас уже этим занимаемся, у нас уже выстраивается орг структура, ты видишь, мы переехали в новый офис, да, вижу, отлично, у нас там много менеджеров, да, там по продажам, мы работаем с инвестициями, привлекаем инвестиции, покупаем долговые активы, продаем их, вот, ну, что, фактично, вот так вот мы и выстраиваем свою деятельность, да, так что, когда решишь открыть, приходи, я думаю, мы уже к этому времени упакуем все свои бизнес-процессы полностью, они у нас упакованы, но мы хотим упаковать в брендбук, да, и потом, может, мы будем открывать по такой системе франшизные офисы представительства. Супер, насчет будущего понятно, расскажи, с какими лотами тебе нравится работать в данный момент? Ну, сначала я брала, естественно, все, что попроще, да, оборудование, там, оборудование, пробовала немного в машинах, но это очень сложно для меня продавать, потому что я не сильно соображаю, да, там, ни в машинах, ни в спецтехнике, для меня это было сложно. Самое простое для меня все-таки были, была недвижимость, и поэтому, собственно, я стала ей заниматься уже плотно. Сейчас я уже не занимаюсь никакими видами лотов, если только меня не попросят, конкретно не скажут, вот смотрите, такой-то лот, давайте участвовать, сможете для нас его выкупить, тогда я уже участвую. Если клиент уже сам все проанализировал, съездил на осмотр, тогда я участвую в таких лотах. Но сейчас я стараюсь не распыляться, работать только с недвижимостью. Супер. Слушай, это на самом деле очень-таки правильно, потому что одна из основных ошибок аукционного брокера, они распыляются. Они когда сидят на просторах агрегатора, видят все эти классные цифры, КАМАЗ стоит 2 миллиона, упал до 500, почему бы не поработать, а тут ОПА, а тут СТО продается, стоило 2 миллиона, сейчас 300, и тут уже дизбаланс, чем уже заниматься, а буду заниматься тем и тем и тем, ну блин, не получается заниматься тем и тем, как бы это точно, молодец то, что ты сфокусировалась, вообще фокус это достаточно важный навык, если вы в себе его разовьете, вы точно на 2-3 гол вы станете выше. Сто процентов. Хорошо, Настя, хочу пообщаться с тобой на тему твоей новой профессии, да, я знаю, ты не остановилась на том, что ты стал аукционным брокером, это, кстати, тебе за это отдельное уважение, потому что аукционные брокеры всегда должны развиваться, если они начали нишеваться, да, там конкретно, там есть брокеры там по спецтехнике, есть брокеры там конкретно даже по земле, потому что это большая ниша в торгах, я знаю то, что ты освоила профессию риэлтора, расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Да, профессия для меня всегда была сложная, я не понимала вообще, как эти люди работают, что нужно куда-то ездить, нужно разбираться в документах, опять же, мой страх документов, всегда, когда я видела перед собой договор какой-то, мне казалось, что это чистый лист белый, я вот так вот увертела и говорила, где, что читать, куда смотреть, вот этого навыка чтения документов, с профессией аукционный брокер, я научилась читать документы, я научилась разбираться, вот, за это тоже огромное спасибо, потому что для меня всегда договора были, это что-то было сложное, непонятное. Да, я решила обучиться профессии риэлтора, потому что я понимаю, что я плаваю в этой теме, а плавать сложно, люди задают вопросы, я не знаю, как на них отвечать, там, я даже не разбиралась, что такое там, выписка из ИГРН, то есть какие-то элементарные вещи, с которыми пришлось сталкиваться, я пошла обучаться в агентство недвижимости, и я даже не думала, что я останусь в агентстве недвижимости, то есть я думала, что я возьму сейчас эти знания и буду их применять, но потом я увидела, что это агентство недвижимости, оно находится прямо рядом с моим домом, и пришла к ним на день открытых дверей, и потом увидела хороший коллектив, хороший заработок, и решила попробовать, и тут же буквально на первой неделе я осталась на дежурство, ко мне пришла клиентка на дежурстве прямо, и, соответственно, она решила продать свою недвижимость, и я взялась за эту недвижимость, и вот мы закрыли так первую сделку. Потом я пошла на второе дежурство, Мне позвонила другая клиентка, она продавала комнату, я поехала к ней, вцепилась в нее, и мы стали продавать эту комнату. Потом я сделала рассылку ВКонтакте по всем моим контактам, кто у меня покупал раньше тура, и все, кто у меня покупал раньше тура, теперь продают свои квартиры через меня. Продают, покупают. Вообще классно. Да, то есть я прошла в эту специальность очень легко, она меня приняла, поэтому у меня сейчас помимо торгов еще идут сделки параллельно по продаже жилой недвижимости, коммерческой, аренда есть и загородная недвижимость, все вместе, земельные участки, все вместе. Как давно ты в статусе риэлтора? С января. С января этого года. То есть чуть меньше года, но очень... Сколько плюс-минус сделок уже было совершено? Восемь сделок уже было. Восемь сделок. Да, я очень быстро вышла из стажеров в агенты, все очень удивились, потому что, ну, как бы это такой феномен. Я люблю клиентов, я с ними много работаю, и они все как бы за мной гуськом идут, куда я туда... У тебя хороший фундамент, тут бизнес, это работа с клиентом, ты продаешь эмоции, отпуск, счастье, радость, это вот, наверное, у тебя заикарилось, и так тебе, наверное, легко было прийти в сферу аукционного брокера, или же сферу брокера по недвижимости. Да, все-таки большая клиентская база, она как бы привязывается не к нише, а к человеку, и они все вот так вот за мной идут. Супер, восемь сделок с января, ну, молодец, это помимо торговиков еще, да? Мне кажется, что уже даже больше, я уже, я потом обучилась еще на новостройке, и сейчас еще по новостройкам несколько сделок, так что уже больше, мне кажется. Супер. Я уже потеряла счет. Можно спокойно Анастасию рекомендовать как аукционного брокера в направлении жилой недвижимости, покажет, поможет, власть, молодец. Супер, ты уже с января месяца в бизнесе жилой недвижимости Санкт-Петербурга, Ленинградской области, давай поговорим на эту тему. Мне на самом деле очень интересно, расскажи, что сейчас вообще, как обстоят дела на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, потому что я знаю, что цены постоянно растут, и растут какими-то бешеными темпами. Я думал, что в 2020 году, как ударила пандемия, наоборот, этот рынок будет ползти вниз, по идее, как бы, да, по логике вещей, а он, наоборот, с двукратной скоростью растет вверх, и твое мнение, это мыльный пузырь, лопнет он, лопнет, я вижу, что сейчас только строится у нас жилых комплексов и так далее. Строится много жилых комплексов, и все это очень хорошо продается. Хоть все и думают, что вот-вот сейчас все прекратится, рынок встанет, пока еще ничего не встало, потому что, во-первых, помогают льготные ставки по ипотеке. Как ты знаешь, первые начальные ставки, они были там в районе 16%, потом опустились до 12%, и это казалось, что это классные ставки. В прошлом году эти ставки опустились до 6% на первичке, 8% на вторичке, ну, примерно. И эта ипотека доступна для всех, или для каких-то определенных категорий граждан? Эта ипотека стала доступна для всех, плюс появились хорошие ставки по сельской ипотеке, да, там 2,5-3%, то есть... 2,5%, как в Европе, по-русски. Как в Европе, да, то есть это стали очень дешевые деньги, и люди понимают, что нужно скорее вкладываться, потому что обещали ее отменить, но в этом году ее продлили. Вот, поэтому люди продолжают вкладываться, как-то свое что-то продавать, новое покупать, то есть идет такой круговорот денег в природе и недвижимости. Пока никаких предпосылок нету к остановке на рынке, к стагнации. Пока продаем, покупаем. Супер. Каких бы застройщиков могла бы отметить? Я очень люблю застройщика Арсенал, вот, я даже сейчас планирую себе прикупить там новостройку, вот, ЖК Инфилд, это моя One Love. One Love, да? Да. А где, в каком районе? Он находится в Буграх, но это комплекс комфорт-класса, это низкоэтажная застройка с большой променадной зоной, с двумя детскими садами, с школой, с подземным паркингом, там очень классно. Такая недесанкционированная реклама, что-то в море не пошла. Да. Ну, Арсенал молодцы, да. Ну, ты спросила, я тебе ответила. Уже как рел, она начала продавать детский садик, парковка. Я очень люблю недвижимость, меня она очень вовлекает. Супер. Про рынок недвижимости понятно. Я, на самом деле, хочу себе прикупить жилье, плюс хочу, может, купить квартиру как для инвестиций. Да, так пока, как цены растут, мне кажется, нужно эту волну ловить. Вопрос к тебе. Какие плюсы я получу, если я приду именно к тебе, как к риелтору? Во-первых, я прохожу постоянно обучение. То есть, последнее мое обучение, оно касалось как раз-таки обучения по новостройкам. Мои коллеги меня отправили обучаться по новостройкам, потому что у меня все очень динамично получалось в недвижимости. Обычно где-то через год, через полтора, после того, как менеджер переходит в агенты, ему дают обучение по новостройкам. Но так как у меня было все очень динамично, меня отправили на обучение, которое я закончила в прошлом месяце. Я постоянно обучаюсь, я езжу на экскурсии по новостройкам и также могу порекомендовать, проконсультировать по льготным ставкам по ипотеке. То есть, к нам постоянно приходят сотрудники банков и рассказывают об их программах. Рынок очень динамичный и нужно быть постоянно в курсе. Супер. А есть разница, приходить напрямую к застройщику или приходить к риэлтору? Не получу или я условия лучше у застройщика? Точно абсолютно не получишь, потому что застройщик всегда хочет продавать свое. Также у застройщиков есть определенные планы на продажу. Есть квартира, например, с плохим видом. Допустим, окна выходят на парковку. Агент опытный всегда увидит это, а застройщик, ему нужно этот план выполнять. У вас свои квартиры продать в приоритете. Да, продать в приоритете свою квартиру. То есть, у тебя больше ассортимент, лучше условия. Если, допустим, я пойду по пути ипотеки, ты мне посоветуешься супер ипотеку и так далее. Конечно. То же круто. Да, то есть, я вижу всю картину в целом по всем застройщикам. Я понимаю, какие квартиры выгоднее покупать, например, для инвестиционных целей. А если ты придешь к застройщику напрямую, он будет продавать тебе только то, что выгодно ему. В этом большая разница. Тут, в принципе, логично. Ну, и зная Анастасию, какая у нее тяга к обучению, как она у нас добивалась результатов, я думаю, что Настя точно на этом не остановилась. Если она пошла в профессию риелтора, то она там тоже достигнет, кстати, высот. Я об этом и не сомневаюсь. Спасибо большое, что ты меня пригласил. Я мечтала, на самом деле, попасть на это интервью очень давно, но пока не было еще уверенности, что я могу там действительно сказать что-то важное. Потому что была очереда каких-то успехов, удачи, не подкрепленной системными действиями и знаниями. Но в первый раз, когда я захотела попасть на интервью на это, первое мое желание возникло после того, как я увидела видео с Евгением Блисковым. Женя, привет. Женя, привет. Миллионер-трудовик, как мы его называем. Да, то есть он был простым трудовиком в школе. Меня, на самом деле, это очень поразило, потому что вот это действительно реальная история, когда люди, ну, таких довольно простых профессий смогли добиться таких классных высоких результатов. Я очень впечатлилась. Я помню, что я смотрела это видео и думала, боже мой, как же мне попасть на такое интервью? Что нужно сделать, чтобы Давид взял у меня интервью? И буквально через три недели после того, как я посмотрела это интервью, ты меня пригласил на это интервью тогда. Это было вот год назад. Я была, конечно... Ну, я тебя, на самом деле, не мог пригласить, да, потому что ты показывал такие достаточно феноменальные результаты. Да, я говорил уже об этом сегодня. Ты молодец, умничка, то, что ты пришла к нам на обучение. У Жени, да, я рад, что Жени тебя впечатлил, потому что он, на самом деле, красавчик. Он в 42-43 года решил изменить свою жизнь в корню, пришел к нам на обучение и, как бы, сейчас зарабатывает, на самом деле, миллионы. Он, как бы, у нас рекордсмен по комиссиям. По 2 миллиона за каждую сделку он зарабатывает. Он берет прямо торговые комплексы и продает торговые комплексы. Я думала, боже мой, что же нужно вообще сделать, что нужно мне сделать, чтобы попасть на это интервью. И, кстати, мы с ним встретились сейчас вот в апреле, когда проходила наш слет аукционных брокеров. Мы с ним встретились. Я пожала ему руку и сказала, ты меня вдохновил. Ну, значит, не зря. Да, значит, все это было не зря. Значит, вот это интервью было не зря. Как здорово, что я явился мотиватором для тебя. Слушай, а мне как приятно это сейчас слышать, потому что мы организовали такую, я считаю, что очень экологичную компанию. Я горжусь, на самом деле, нашим продуктом, нашим обучением. Мы сейчас это обучение временно приостановили. Непонятно пока на какой срок, потому что у нас цель обучения была – это создать партнеров по Российской Федерации. Мы уже создали достаточное количество партнеров. Ну, давайте так, если вам это видео где-то ёпнуло в душе, и вы хотите пройти обучение у нас в Ассоциации, мы готовы сделать какой-нибудь небольшой индивидуальный поток, там 10-20, максимум, может, там 25 человек. Пишите мне в личные сообщения, ссылки на мои социальные сети оставим. Ну, также в целом, Настя, спасибо тебе за такую прекрасную беседу. Ну, я буду за тобой следить, давай, может, запланируем через годик. Давай. Да, я думаю, через год очень многое поменяется. Через год, да. Ты уже станешь такая структурная, системная, у тебя пойдут сделки многомиллионные. Я тебе этого искренне желаю. Потому что сейчас уже не хватает времени. Я понимаю, что мой заработок ограничен моим личным временем. Потому что ты одна, начинай создавать себе команды. Да, я уже. Тем более, ты находишься в Санкт-Петербурге, приходи, я всегда час-два своего времени для тебя уделю. На этом предлагаю интервью закончить. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, пишите комментарии, делайте репосты. Так блогеры люди говорят. И, конечно же, оставим ссылки на Анастасию, напишите ей слова уважения, респекта, благодарности. Я уверен, что она сегодня этим же интервью кого-то вдохновит, как в свое время вдохновил Евгений Бесков. Все, коллеги, всем спасибо, всем пока. На связи был Давид Рязаев. Всем пока, спасибо. Тать, расскажи про твои кейсы в Ленинградской области. Субтитры сделал DimaTorzok